И вот в самом начале ты упомянул Андропова. Вот именно по заказу Андропова был сделан фильм, с которого начался развал и все, что происходит. Это самое интересное. Я хочу сказать, что и тема с останками, она каким-то образом связана с Андроповым. А вообще очень много вещей связано с Андроповым. Вообще вот про эту фигуру хотелось поговорить. Человек совершенно очевидно не тот, за кого его все держат. На него выходит масса конспирологических, всевозможных, на всех уровнях. Что это Гленмиллер? Это просто какой-то профессор Мориарти. Главное, о чем люди не понимают, что он ведь руководил страной, не так уж и мало. Он руководил страной тогда, когда Брежнев уже не мог ей руководить. С середины 70-х годов. Специалисты могут сказать, что ведь говорят, что тройка все решала. Громыко, Устинов, Андропов. Но в этой тройке, и вот эти два человека, они для чего? Громыко, который, наверное, там уху не убил в жизни. Устинов, который играл со своей эти миллиардной игрушки и никогда не в политике вообще не понимал, что это такое. И один человек, который понимал во всем и всех контролировал. Понимаете? И вот реально с середины 70-х годов начинаются все наши проблемы. Вдруг неожиданно мы подсаживаемся на эту нефтяную иглу. Она вдруг неожиданно заработала. Все его подчиненные кидаются во внешторг и так далее. И потом становятся олигархами. Вот тогда уже начинаются вот эти процессы. Кстати говоря, вот о кино мы затронули. Никто не помнит, все очень любят фильм Афоня. Но его ведь появление вызвало скандал. Ну не со стороны власти, а со стороны зрителей. Стали говорить, что вот такое. Показывали там «Мертвый сезон», 17-е веки. А тут какого-то алкаша еще положительно показываете. Было неприятие среди рабочих и так далее. Вот этого фильма. А кто разрешил показ такого фильма? Кто мог? Ну понятно кто. И масса вот таких вещей. И вот с чего я начал по поводу фильма «Покаяние». Ведь Шеварнадзе с подачи Андропова заказал этот фильм. Когда никакой перестройки вообще не было в помине. Вы помните, кем был Шеварнадзе, так сказать, по жизни? Тоже человек из этих структур. И там произошел дикий случай. Смыли пленки. Фильм сняли и смыли пленки. Огромные деньги там. 300 тысяч рублей, что-то такое. Случайно монтажеры. И парень, который играет, вот внука, который застрелился. Он угнал самолет армянский. И убил летчиков. И его пристрелили при штурме. Представляете, главный герой вот этого фильма, который по замыслу режиссера является надеждой на будущее. И что звонят, Шеварнадзе звонит, Абуладзе говорит, не парься, деньги дадим, переснимай заново. И они начинают заново переснимать. Ну, тот уже погиб при захвате самолета. Берут нового парня, снимают его. Причем, кстати говоря, вот интересно тоже к вопросу о грузинах. Ведь он был не просто какой-то там парцаненок, вот этот убитый. Он был племянник выдающегося кинорежиссера Михаила Кабахидзе. Помнишь, карантин-трашки грузинские такие милые, добрые. Проплавплавец. Вот, великолепный. И вот у него такой племянник. Кстати, тоже художник, там какой-то деятель культур, мультур и так далее. Богема. Да, богема. И как это могло быть? Как? И никакой перестройкой не пахло ведь тогда. Вообще и в помине не было. И потом, этот фильм сняли, уже Андропов умер, он лежал. Появляется Михаил Сергеевич. И человек, который говорит, сейчас рассказывает очень много интересных историй. ЗАФа делом правды, случайно едет в Тбилиси, случайно на улице встречает Кабуладзе. Там другого режиссера, кто-то идет, Кабуладзе. Они случайно смотрят. Причем, в некоторых интервью он говорит, что за просмотр этого фильма расстреливали. Все. Поражает глубина. Вот Маркес отдыхает, да? Нет, но действительность, она идет по пути как бы самого такого дна. То есть, по пути такого американского лупка про Советский Союз. Ушанки, значит, колючая проволока. К собаке и все. Да. Причем, посмотри, вот я еще раз говорю, несмотря на 30 лет вот этого оболвания, вот эта группа самая большая. По всем опросам. А опросы... Ну это понятно, потому что те же самые монархисты, те же самые, в кавычках, либералы, это на самом деле бывшие советские люди. Потому что... Да. Причем, смотри, они не верят уже ни во что. Ведь вот это голосование по войскам, оно что показало? Выступили все центральные каналы. А они проголосовали все равно против. Нет, но там возможен факт такого конформизма и привычки. То есть, я не буду сейчас оценить это голосование, на самом деле. Оно, повторяю, носило характер тоже, возможно, так сказать, какой-то манипуляции. Слушай, ну если тебе говорят, что человек расчленял, рубил тела девочек, срезал кольцо с пальцем... Конечно, я уверен, что этого не было. Другое дело, что Оеков участвовал косвенно в этом деле. Но люди все равно проголосовали. Его можно... Это значит, они не верят ни во что. Ну, так или иначе, возвращаясь к Андропову. Все-таки, ну что известно про него? Почему Андропов все-таки не прозрачен? Ну, он потому что всю жизнь скрывал и свою национальность, и происхождение. Хотя я не считаю... Чем-то зазорным. Зазорным, да. Ну, понятно, он не только это. Он скрывал, например, ну не афишировал, по крайней мере, факт, как он себя подло вел, когда репрессировали после войны руководства Карельской. Тех людей, которые его вытащили, которые его подняли. То есть, у него биография была непрозрачная. И с первой женой, и с сыном. То есть, она была очень мутная. А главное, он, конечно, всю жизнь скрывал родителей. Да, там, и происхождение. Это был первый генсек. Когда его избрали, никто не написал такой национальности, собственно говоря. Ну, опять же, это не важно. Но главное, мне кажется, что психологически этот человек был то, что Сталин называл двурушник. Он жил все время в страхе вот этого разоблачения. Ну, хотя я не знаю, что ему грозило уже, да, вот в случае, если бы его разоблачили и сказали, вот ты на самом деле это не Андропов. Есть версии вообще. Кто такой Андропов? Ну, просто существует некая фигура. И есть, наверное, вокруг него тоже куча мифологии, куча странностей. И я могу сказать по некоторым крупицам, например, удивительные вещи. Например, такой издатель Юрий Михайлович Медведев, который, ну, скажем так, первый издал в Советском Союзе отрывки из книг, из исследования нашего сказочника, собирателя сказок Афанасьева. Ну, это часть поэтические воззрения славянную природу. Он издал с личного разрешения Андропова. Причем Андропов вызывал его лично в кабинет. И смотрел на него и, как сказать, с ним консультировался. Значит, вот это вот неоязычество, которое сейчас там развивается, плодится, оно было где-то заложено программно Андроповым. И часть комсомольского актива, оно восприняло это идеей. И потом вот все каким-то образом пошло. Это я знаю точно, поскольку я общался с людьми, которые вот то советское, еще в Андроповское время по специальным каналам получали эту литературу. И это все настолько интересно. Но какие версии все-таки кто? Ну, я считаю, что вот просто достаточно прочитать интервью Федорчука. Вот его враг, который непосредственно ему бросил вызов при жизни. И, кстати говоря, вот интересно, вот в этой организации, где они были, Федорчука никто не любит, потому что он был жесткий принципиальный человек. А Андропов был очень мягкий, очень любил подчиненных, поздравлял день рождения, дарил квартиры, всегда заботился. То есть он все время проводил такую линию, чтобы его все любили, беленькие и пушистые. Вот Федорчук перед смертью дал несколько интервью и сказал, что во всем этом виноват, конечно, не Горбачев. Все это заложил Андропов. Вот это заигрывание с либеральной интеллигенцией, поощрение ее, натравливание. Все это шло от Андропова. Все это сознательно проводилось. И были люди, которые против этого выступали. Но он своей волей все равно эту линию проводил. То есть, вот он вытащил Андропова. Это мелочь. Какая разница? Я, кстати, думаю, что у него был такой очень хитрый ход. Использование в темную дураков. Понимаешь, не обязательно какого-то негодяя-диверсанта назначать на руководящую должность, чтобы он что-то развалил. Достаточно дурака назначить, и он сам развалит. И будет при этом даже не подозревать, какой вред он приносит. Мне кажется, если посмотреть на этот конфликт внутри самого комитета между Федорчуком и Андроповым, тут все становится ясно. И посмотри, Федорчук жестоко давил украинский национализм. Жестоко. И до сих пор его, это простить не могут, и вспоминают и так далее. А Андропов здесь у нас давил русский национализм. Ну, странно. А кому угрожал русский национализм? Как он себя проявлял в России? Ну, существует исследование Валерия Легостаева, кажется, это наше такое... Да, да, да. Кстати, погибший при трагических... Это автор газеты «Завтра», который после серии публикации, которая называлась так странно, гибист магнетический, посвященный Андропову, он при тоже странных обстоятельствах погиб на Кипре. Да. Но речь идет все же о другом. Но я понимаю, что есть и тайна убийства Машерова, огромное количество всяких тайн и фактуры. Кулакова, который являлся одним из реальных претендентов. А самое интересное, я считаю, не это. Вот все знают про свадьбу Романова, дочки Романова. А вот ты слышал, например, про антиквариат дочки Щербицкого? Вот это уже я не слышал. Вот это я, кстати, на Украине узнал. Оказывается, это очень было широко всем известно, все на Украине знают, что был сброс такой же дезинформации о том, что дочка Щербицкого через своего зятя занимается антиквариатом, через Вену и так далее. Все это вранье. Просто вранье. Щербицкий жил как нищий. Вот когда он умер... Я напоминаю, кстати... Это два претендента, кстати, на престол. Это Романов и Щербицкий. История с Романов такова, что первый секретарь Олеговского обкома якобы, по слухам, проводил свою свадьбу в Зимнем дворце. И, значит, в этом году побили какой-то царский сервиз. И об этом говорили сначала весь Ленинград, а потом и вся страна. И западные радиоголоса. Да, как некое, так сказать, кошмарное преступление. А подумай сам, какая организация в нашей стране могла распространить о таких людях, преемниках, вот такой массированный слух знали все. И в том числе им подыграла эта организация и западная вот эта радиоголоса. Просто выяснилось потом, что это все вранье, но главное, что упрекали здесь партийного деятеля в гедонизме, в таком кошмарном гедонизме, в связи как бы с идеей вот этого монархии. Потому что фамилия была Романов, но... Абсолютное вранье-то оказалось. Самое интересное, что потом пошел такой гедонизм, что не надо ничего доказывать. И Греф отвечал свою свадьбу в Петербурге. Как этот трамвай, выложенный в Ельциновском центре, да? Его же пресс-секретарь сказал, да он пару раз проехал, чтобы сняли, да, никогда он естественно... Его же пресс-секретарь это сказал. И они выставляют в этом музее этот несчастный трамвай. Это понятно, но все-таки я хочу, так сказать, не на уровне исследований, потому что у нас мало информации, а на уровне предположений, может быть, самых каких-то странных, удивительных. Все-таки кто же такой Андропов? Как он затесался во власть? Вообще из каких он структур, из какой среды вышел? Как получилось так, что он совершил эту гипероперацию, перестройку? Дело в том, что, как сейчас становится понятно, он был не один. Ну, кстати, вот Яковлев перед смертью даже открыто сказал, что после 20-го съезда создана была некая группа, которую проводила вот такую политику, то, что в советское время называлась ползучая контрреволюция. То есть, они сначала ругали Сталина, восхваляли Ленина, потом они стали ругать Ленина, восхвалять там демократию, ну и так далее. Вот сначала говорили... Перестройки лежат в 56-м году. Да, вот тогда возникла. Но он конкретно не назвал, кто входил. Ну, так как он работал в аппарате ЦК, то можно предположить, что эта группа возникла в аппарате ЦК. А я напоминаю, что в это время и Андропов работал в аппарате ЦК. Ну как, они были связаны по Венгрии, да? Нет. А они вообще, как бы так, внешне не связаны, но я думаю, и вот есть уже к тому некое свидетельство, что Андропов, может быть, даже не был главным в этой группе. Он просто был одним из сочников. Эти люди были то, что сейчас называются глобалисты, да? Вот они были глобалисты. Они разочаровались вот в этом социализме, разочаровались в каком-то неком особом пути, который русский народ исторически избрал и хочет жить в этом пути, да? А стремились навязать его некий вот западный стандарт. И не случайно вот тогда вот этот подвенный институт создан при Андропове, да, там, многие наши вот эти младые реформаторы там прошли обучение, не случайно вот эти семинары, которые где-то там под Ленинградом проводились, где и Чубайс. И, кстати, мы же знаем только нескольких человек, а там же были люди, которые рулят и сейчас, и гораздо более рулят, но их никто не называет. Значит, как могли вот какие-то нищие преподавателишки из ЖАЛ, вот я просто видел, ну, был не раз в этом институте на Марата, где преподавал Чубайс, да? Ну, это просто смешное учебное заведение в то время было. Как они могли где-то там собираться, кто-то это проплачивал, как они туда ездили? И вообще, как вот это КГБ могло на это не обратить внимание? Собираются... Нет, нет, но оно, если это оно организовывало... Да, скорее всего, оно это и организовывало. То есть, и вот Федорчук, он совершенно четко сказал, что вот этот человек, вот эту роль осуществлял. Нет, но если говорить о 56-м году, то можно предположить, что это часть транскистского подполья, которая вышла из-под лыб, что называется, поскольку подполье было очень широкое, хорошо организованное и отопленная среда, осопленными идеологическими принципами, которая была действительно сильно задавлена, она была структурирована. Это не просто какие-то люди случайные, они связаны между собой. И после 53-го года, к 56-му году, часть людей уже... Ты знаешь, я расскажу тебе интересную историю. Мемориал долгие годы занимался биографиями вот этих диссидентов наших. Там большую сделали работу, причем не только у нас, но и по другим соцстранам. И что это интересно, когда они ее сделали, они ее решили не публиковать. Очень интересная биография этих людей, их происхождение, откуда, что, чем занимались, понимаешь. И вот мы не имеем... Ну, я просто в силу каких-то своих знаний знаю некоторые. Потому что такие международные авантюристы, да? И авантюристы международные. И там, допустим, ну вот Синявский тот же, да. Вот его отец один из лидеров левых эсеров, причем непромиримых. Причем, кстати говоря, имеющих непосредственное отношение, судя по контексту. Он на Урале руководил левыми эсерами. В том самом Екатеринбурге, где расстреляна была царская семья. И потом он ушел в подполье, боролся, его там высылали, сажали. То есть, и очень много бывших меньшевиков среди диссидентов. И так далее. То есть, вот эту молодежь, она не сама по себе стала такая умная. Вот эти оставшиеся в живых людей, безусловно, окормляли. Это как бы революционная элита, если угодно. Это, я бы сказал, разрушительная элита. Те, кто разрушали государство. Те, кто стремились взять реванш за поражение, которое они вот в начале 30-х годов потерпели. В своих проектах. Вот это крайне интересно. Кстати, вот Егор Яковлев, его далеко ходить не надо. Сейчас его сын там где-то льет какие-то гигантские крокодиловые слезы, тоже призывает там чтить память. А что говорить, Хрущев же был троцкистом реальным. Это же не выдумка какая-то. Он реально, просто этот странный человек Аганович его отмазал и взял, поручился за него. Ну, Хрущев реальный троцкист. Ну, вот отец Егора Яковлева и дедушка основателя газеты «Коммерсант» был известен как палач киевского чека. Ну, да, он был чекист. Ну, и, соответственно, в Одессе он там сильно наследил. История землячка. Это все тоже как-то связано. И это родовые отношения, это политические отношения. И, конечно, если говорить о некой медузе, которая жила внутри вот этого советского аппарата, которая была где-то прижата, где-то перегли ее щупами. А она потом тихонечко так булькнула и в 1956 году выпула. Андрей, некоторые говорят, вот Сталин такой был дурак, надо было всех их перестрелять. Почему у вас осталось живых столько? Я считаю, что это неправильно. И вообще, конечно, масса людей была расстреляна ни за что. Но надо было не давать им возможности. Надо было не поощрять. Не надо было делать то, что ругал Федорчук. Не надо было с ними заигрывать. Не надо было создавать какую-то вот эту... Вот ты знаешь, например, что Берия в тот короткий период после смерти Сталина пытался создать на Украине из бандеровцев параллельную партию. Такого я не знаю. Ну вот представь себе. Вот мы сейчас как-то... У нас сейчас принято Берию восхвалять всячески и говорить. Но в самом начале еще перестройки сказали, а не второй ли это Горбачев был. Значит, он вот сестер Бандеры во Львов пригласил, оставшихся нас там каких-то вот этих вожаков. И был такой проект, чтобы с ними окончательно замириться, создать такой проект. Но ты представь себе, что бы произошло. Нет, ну Лаврентий Павлович все-таки был человек довольно опытный. И скорее всего речь шла о каком-то Минск-0. Да, как бы так сказать, идея вот такого консенсуса. Это когда ты все контролируешь, хорошо иметь такие и манипулировать ими. Вот типа операции Трест. Но это может выйти из-под контроля. Вот как с Гитлером произошло. Он же сначала был вот такой внедренный провокатор. А потом он вышел из-под контроля и тех, того самого офицера, который его внедрял, он засадил во Светлана. Минут через пять придет Владимир Карпец. Владимир Владимирович, мы будем говорить про Гитлер. Но вот по поводу легального крыла Ирландской республиканской армии и Бендеровской партии в Советской Украине, я здесь не могу ничего сказать, поскольку, повторяю, и Берия, и вообще советская власть при Сталине действовала очень проектно. И вот эти проектные механизмы, они работали. Как только проект исчез, то эти механизмы, они стали как оторвавшиеся мортиры в романе Гюго, 93-й год. Стали крушить все грубо. Конечно, по сути дела. И отчасти спецслужбы советские, это и есть тот же самый проект мощнейший, который без идеологии, без направления, без идей стал действительно работать бог знает куда. Причем, обратив внимание, вот антроповские вот эти все новшества, вот в идеологии и так далее, которые во второй половине десятых годов начали наслаждаться, они совпали с мощнейшим наступлением на самые, вот наши ценности на Западе, вот появились новые философы во Франции. Вот смотри, вот Глюксман, один из ярых сторонников чеченского бандитизма, сейчас ярый, вот его сын, да, вот эти люди вылезли. А ты знаешь, кто его был отец, этого Глюксмана? Агент ГРУ, который крутил бабки. Банкинка. Представьте, председатель, да. И вот когда начинаешь, вот это просто долгий разговор, когда начинаешь вот эти личные какие-то тянуть, да, вещи, то, конечно, становится просто страшно. Как известно, отец Ирины Хакамады, это такой вот партийный деятель Японии, который каким-то образом там ушел из-под... Ну, этот чистый человек, верующий и так далее, этот фанатик. А этот отец Глюксмана, это очень... Международный авантюрист. Да, который крутил деньги, до сих пор много непонятного, что это за деньги, куда они шли. А наша разведка это крышевала. И он был фактически агентом нашей разведки. А теперь вот его сын, создатель этой школы новых философов, сделал карьеру на ГУЛАГе. Вот как раз вот эта тема возникла с ГУЛАГом. Понимаешь, ГУЛАГ это же такой огромный механизм, которым долбили нашу страну. И продолжают долбить. Я думаю, что Женицын, это, конечно, есть пробирочное существо. Он, конечно, очень яркий человек. Это очень мощный человек. Я хочу сказать, это отсюда, а это оттуда. Андропов не один все это делал. Он был частью вот этого глобального проекта по развалу нашей страны. Этот проект активизировался, на мой взгляд, после того, как в конце 60-х годов прошли на Западе мощные студенческие вот эти левые выступления. Возникло огромное количество в Латинской Америке, в Турции, партизан коммунистических, это испугало Запад. И был создан некий проект. И он заработал в полную силу уже начиная вот где-то с 74-75 года. Вспомни, значит, в Португалии в 74-м году победила революция. Коммунист был начальником Генштаба. Коммунист был премьер-министром. Кто это все слил? Я не верю, что Брежнев. Брежнев был не такой человек. Кто слил вот эту Португалию? А представь себе, у нас на Западе Европы была бы сейчас военная база. И как бы мы сейчас разговаривали с нашими партнерами? Александр Иванович, еще здесь встретимся, поговорим. И про Солженицына отдельно, если можно. Поскольку я сопричастен к тайне Солженицына. Я потом расскажу для зрителей. Это очень интересно. Поскольку я совершенно уверен, благодаря личному опыту, что история с арестом Солженицына была сфальсифицирована. И ему этому аресту дана была политическая подоплека сознательно и специально, уже зная о том, какую роль сыграет Александр Иванович. Это первый. И второй момент удивительный, что Андропов разрешил слежку за рабочим классом. Раньше при Сталине агентов можно было внедрять в среду интеллигенции, армии, но не рабочих. Поскольку официально, это было записано в Конституции, рабочий класс являлся основным и главным. И Андропов изменил эту практику. И это все удивительные вещи, которые требуют отдельного разговора. Уже времени нет. Но большое спасибо вам. Я думаю, что мы будем дальше работать в контексте идти по грани. Не хочется сливаться с разрушителями, с фальсификаторами. С другой стороны, надо копать вот эти новые вещи и понимать все-таки, в чем мы живем. Что такое эта перестройка.